Как поместить видео в текст? Привет! Сегодня мы с тобой сделаем два вот таких простых слайда. Сейчас смотри, один раз нажимаю. Опа! Во-первых, у нас видео в тексте с небольшой задержкой, плавное затухание текста, и у нас проявляется видео. Это первое. Еще мы сделаем вот такую необычную анимацию, когда у нас видео в сердечке, сердечко так обволакивает видео, у нас появляются полностью все видео. Забавно. Сразу давай начнем. Создаю новый слайд. Я вот здесь просто создать слайд, отсюда все удаляю. Первое, что нужно сделать, это как загрузить видео в PowerPoint. У меня есть вот тут вот видео, все очень просто, которое сохранено на моем компьютере. Я просто беру и перетягиваю его на слайд. И у меня оно таким волшебным образом оказывается на слайде. Дальше я захожу на вставка фигуры, выбираю прямоугольник, вставляю этот прямоугольник и растягиваю его на весь свой слайд. Таким образом я перекрываю это видео. То есть зритель у меня это видео не будет видеть, хотя оно там будет. Сразу настрою стиль, сделаю черным, уберу обводку. Дальше я захожу на вставка надпись и вставляю уже ту надпись, которая у меня будет. Вот я, смотрите, видите, то, что здесь важно прям полностью это видео закрыть. Надпись. Вставляю ту надпись, через которую у меня будет проявляться это видео. Я ничего у меня не придумал, поскольку на видео у меня трактор. Я тут также напишу. Трактор. Видео с буквы черной, их не видно, сделаю их белыми. Что еще важно? То, что сейчас нам нужно настроить этот стиль и размер нашей надписи, потому что потом мы ее редактировать уже не сможем. Я выбираю угловатый такой шрифт Gotham Pro Black. Делаю его большим-большим-большим на весь слайд. Вот так вот даже растяну. Слишком большой сделал. Давайте поменьше. Даже, наверное, 177. Вот так пойдет. Делаю его по центру. И он у меня посередине. Вот. Выставляю его посередине. Затем мне нужно, получается, из этого прямоугольника убрать то, что содержится в надписи, в тексте. Я выбираю, кликаю по прямоугольнику. Затем зажимаю клавишу Shift на Windows, это Ctrl. Выбираю текст. Захожу вот сюда на вкладочку формат фигур. Вот здесь вот есть инструмент объединения фигур. И я нажимаю вычитание. Таким чудесным образом у меня в этом прямоугольнике образуются отверстия. То есть дырка, через которую нам видно наше видео. Уже сейчас я могу запустить слайд-шоу. Вот этот слайд. Один раз кликаю. И мы можем наблюдать это прекраснейшее видео через эту прекраснейшую надпись. Но это же не все. У нас есть еще задача сделать плавный уход этой надписи для того, чтобы это видео полностью нам раскрылось, полностью показалось. Я выбираю этот прямоугольник, захожу в анимация, эффект выхода, выцветание. Он у меня сразу быстренько так ушел. Немножечко настроим его по времени. Во-первых, запуск. Вот я покажу. Вот это у меня анимация видео запуска. Вот это анимация фигуры. Параметры эффектов нам не нужны. Нам нужно именно время. Запуск я выбираю с предыдущим. То есть одновременно с запуском видео. Продолжительность сделаю 2 секунды, чтобы это выцветание было плавное. И выставлю задержку, чтобы мы все-таки успели эту надпись прочитать. Давайте вот 3,5 секунды. Смотрим. Один раз кликаю. Видео в тексте. Задержка. Плавное выцветание. Само видео. Этот эффект очень прикольно подойдет для публичных каких-то выступлений, для заставок. Будет интересно и живо смотреться, когда вы будете свою презентацию рассказывать. И аналогичным же образом я сделал вот этот второй слайд с сердцем. Давайте я вот этот слайд задублирую, чтобы мне не вставлять снова видео. Удалю эту фигуру. Аналогичным образом захожу в фигуры прямоугольник. Выставляю его по всему слайду. Дальше вставка фигуры сердечка. Вставляю сердечко. Какое оно неуклюжее здесь в Powerpoint. В принципе, можно, опять же, можно выбрать любую фигуру. Даже если вы возьмете иконку какую-то вашу, можно даже, в принципе, сделать из логотипа вашего. Если у вас логотип в специальном формате, как иконка в формате SVG, то в этой, в специальной графике, то можно из этого прямоугольника вычесть, получается, ваш логотип там компании и аналогичным образом его увеличить. Я точно так же выбираю прямоугольник, выбираю сердце, иду вот сюда в формат фигуры, вычитание. У меня получается дырка из сердечка. Я сделаю заливку черной, контур убираю, чуть-чуть его сразу увеличу, чтобы он на трактор у меня вот так наехал. И захожу дальше, анимация. И здесь есть анимация изменения размера, то есть такое увеличение. Настраиваю, опять же, время не по щелчку, а вместе с предыдущим. Продолжительность, давайте подольше, 3 секунды. Задержку сделаем также в полторы, нет, меньше, в одну секунду. И тут еще нам важно в вкладке параметры эффектов увеличить, да, на сколько процентов мы увеличиваем. Поскольку нужно, чтобы сердце, оно полностью ушло, я здесь поставлю не 150, а 800 процентов. Смотрим, что получилось. Жик. Все, сердце полностью ушло. По-моему, прикольно выглядит, особенно, помимо сердца, можно составлять любую фигуру и использовать это в вашей презентации. Причем, даже если это сердце, к примеру, сделать, ну, не таким большим, как я сделал, а сделать его очень-очень маленьким, будет такой эффект, как будто сердце это изначально появляется, да, растягивается на весь экран. В описании есть полезные ссылки, посмотри, там есть мой онлайн-курс, есть презентации, шаблоны, которые у меня можно купить. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, если тебе оно понравилось, было полезно. Предлагай свои идеи для следующих видео в комментариях. Все, пока.